Наша сегодняшняя тема называется «Закате дня». Это фильм, главную роль в котором играет совершенно неподражаемый актер Энтони Хопкинс, одна из настоящих звезд актерского мира. У людей есть свое представление о Боге, выработанное частично некими стереотипами общества, где они живут частично, и во многом, как говорил Дигмунд Фрейн, и здесь он действительно был прав, во многом представление о Боге строится у человека на том, каким был его отец. Но когда человек все-таки Бога встречает, а это в жизни ищущих происходит, то здесь оказывается, что Бог вовсе не таков, как человек представлял его раньше, или во многом не таков. И тогда людей удивляет, когда они встречают Бога, удивляет все. Удивляет и то, что Бог может взять кнут и выгнать идиотов из храма, но точно так же удивляет и неслыханное, невероятное его жалеющее милосердие. А сегодня мы поговорим о жалеющем милосердии Бога, которое тоже потрясает людей, оказывающихся совершенно к нему не готовы. Почему? Потому что люди, почти все, кроме подвижников, кроме людей, живущих в Духе Святом, люди хотят, и для них это естественно, хотят, чтобы грешник был наказан. А Бог хочет, чтобы грешник был исцелен. Поэтому, когда мы читаем роман, по которому поставлен этот великолепный фильм, то мы акцентируемся, как написал мне один человек, прочитавший этот роман, великолепный студент Михаил. Он написал мне, что роман очень трагичен, что он читал его в армии, этот роман много сил ему дал для того, чтобы отстраниться от неправильных ложных действий, чтобы сосредоточиться на чем-то действительно значимом в жизни, чтобы уйти от ложности. Глубокое письмо написал мне этот студент, и я увидел, что действительно роман для читателя воспринимается как что-то трагичное, а главный герой этого романа, дворецкий Стивенс, человек, который воспринимается как однозначно эгоистичный персонаж. Но поскольку сейчас нет великих писателей из тех, кто печатается, то фильм получился безмерно, более гениальным, чем книга. Книга, просто книга, книг сейчас выходит много и будет выходить много, а фильм это что-то неслыханное, благодаря невероятной, неподражаемой игре Энтони Хопкинса. Игра Энтони Хопкинса в этом фильме, ее не назовешь даже игрой, это что-то такое вот, хотя Энтони Хопкинс говорит, что не пользуется системой Станиславского, то есть до вхождения в образ, он именно играет по системе, по школе Лоуренса Оливье, учеником которого он в театре и является. И помните, что Энтони Хопкинс это театральный, прежде всего, актер, который стал сниматься в фильмах, и отсюда его неподражаемость интонации. Собственно, все величайшие актеры Голливуда, точнее, снимавшиеся в фильмах, это актеры театральные, я имею в виду, прежде всего, да, Хопкинса и Йена Маккеллена, которые, кстати, в свое время сыграли тоже в невероятном дуэте в фильме «Костюмер». Может, кто-нибудь из вас смотрел этот фильм. И вот в исполнении Хопкинса этот Дворецкий, он человек крайне несчастный, потому что он всюду не отваживается быть собой. И глядя на него, и глядя на весь сюжет, мы тогда видим боль высшего порядка, боль божественную. Мы видим уже этого Дворецкого не эгоистом, мы видим его человеком, боящимся поступить не по схеме, не по схеме. То есть у апостола Павла есть слова, ну, то есть слова-то у него есть, на русском они звучат как «проходит образ мира сего». Так вот, насколько я помню, в оригинале, на греческом, эти слова звучат «проходит схема мира сего». Да, то есть схема мира сего, да вот. И вот человек боится жить не по схеме. И когда на него смотрит Бог, то это боль божественная. И мы здесь камерой видим глаза Бога, устремленные на этого человека, на Сына Господня, который не отваживается этим Сыном быть. Христос смотрит на людей, дает им все шансы для исцеления и возрастания, а они от этих шансов мастерски убегают. И таков дворецкий Стивенс. Стивенс великолепный, потомственный дворецкий. Он говорит, девушки-экономки, сами, девушки в него влюбленные, «Моя философия», он говорит, человек не может быть доволен жизнью, пока не сделает все для своего хозяина. И видно, он делает все. Он никогда не решается даже обидеться, когда лорды, приезжающие в гости к его господину, лорду Дарлингу, когда они его прямо обзывают тупоуглым, как-то оскорбляют, причем не из злости, а просто считая всех не лордов, всех не аристократов существами низшего порядка. Стивенс дворецкий даже не думает обижаться, потому что он служит. У него есть его служение. Стивенс не позволяет себе влюбиться, хотя в него влюбляется великолепная девушка, вот эта самая Сара. Он всюду, всюду, целиком посвящает себя и свою жизнь этому человеку. Этому человеку, который, в общем-то, оценить такой жертвой на самом деле не может. Почему? Почему не может? Просто потому, что он человек. Хотя он аристократ, но он же в восприятии Стивенса становится этим самым ложным божеством, ложным кумиром, тем, на кого направлены все усилия, а эти усилия того не стоят. Как-то раз один священник, служащий на большом приходе, мой товарищ, потом священник, кстати, стал епископом, хороший, достойный человек. И этот священник во время исповеди, а исповедь проводилась вечером, перед каким-то большим праздником, пришло довольно много, много людей, и они, эти люди, ну, как всегда, вот, да, исповедовались, как традиционно, да, там, батюшка сардинку съела, да, там, сардинку в среду съела, ну, традиционные такие исповеди, все время одни и те же. И вот священник решил сделать такой интересный эксперимент. Он спросил этих людей, каждого в отдельности, попросил назвать десять заповедей господних. Вроде бы, вроде бы простое, да, ну, простое такое дело, простой вопрос, ну, назовите заповеди. И в результате только два человека из ста исповедовавшихся в тот день заповеди смогли назвать. И, конечно, было несколько заповедей, которые называли все, да, не убей, ну, а какая еще? Ну, говорили, не укради, да. Священник говорил, такой заповеди нет, она звучит по-другому. Но здесь люди уже терялись, да. Ну, после неубияния, укради, уже никто ничего не мог назвать, ну, хотя заповеди-то десять. А если человек не знает заповеди, как ему строить свою жизнь? Заповеди имеют в Ветхом Завете оттенок не приказа, но просьбы. Бог просит людей быть своими детьми, просит быть настоящими. Это не приказы, это просьбы Бога. Но люди, люди с трудом это слушают, с трудом хотят. И вот среди заповедей есть такая, которая говорит о том, что человек не должен сотворять себе кумир. То есть не должен что-то в жизни ставить выше Бога. И если он ставит что-то выше Бога, то его жизнь будет разрушена. Как раз это и делает дворецкий Стивен. Он не живет своей жизнью, но и лорд, которому он служит, лорд Дарлинг, тоже своей жизнью не живет. Лорд Дарлинг – одинокий человек, не имеющий ни семьи, ни детей, хотя у него есть племянник, видящий, кстати, ложность пути этого Дарлинга. Лорд Дарлинг пребывает в совершенно каких-то иллюзорных мечтах о том, как ему изменить будущее Европы в политическом аспекте. Действие происходит между Первой и Второй мировой войной, ближе ко Второй мировой. И чтобы вы поняли, что здесь происходит, я поясню следующую вещь. Дарлинг во время Первой мировой войны обещал одному своему другу, который во время войны стал врагом, потому что был немцем, воевал против англичан, что они после войны выпьют пиво. Ну, немец умер на войне, немецкий аристократ погиб, и вот Дарлинг теперь хочет отдать свой долг Германии и показывает всем, как Германия прекрасна, игнорируя то, что Германия готовится к совершенно убийственной войне против человечества. Дарлинг не обращает на это внимания, потому что его ценности, это ценности аристократического, в общем-то, рыцарского в чем-то общества, но, как скажет один американец... Для меня честь и удовольствие быть среди вас, но... Простите, я должен это сказать. Все вы... Все... Дилетанты. А международные проблемы не должны решать, господа дилетанты. И имеете ли вы понятие о том, в какую пропасть катится мир? Точно так же к нему приезжают другие лорды, другие аристократы, они произносят разнообразные речи. На этих конференциях в замке говорится о том, как прекрасна Германия, что войны больше никогда не будет, что будет только мир, ну, то есть всякие такие вещи. А почему все это говорится? Дело в том, что до Первой мировой войны и даже почти до Второй мировой войны, если кто-то из вас изучал политологию, то вы знаете, что господствовало направление в политике идеалистическое. То есть как раз вот оно рыцарственное, такое вот направление. Но если в средние века рыцарственное направление было оправдано и правда идеалистично, то, скажем так, после Первой мировой войны оно стало иллюзорным, потому что в мире, ну, мир очень изменился, усложнился, и те люди, которые остались просто беспочвенными романтиками, не обращающими внимания на христианство, как говорил об этом явлении и об этом эпохе Николай Сербский, святой, они не смогли создать такое общество, в котором законы действовали, как они хотели. И поэтому на смену иллюзорной, романтичной политики пришла политика макеавелизма. Ну, кто к макеавеле, вы знаете, да, это был такой человек в Италии, который говорил, что для того, чтобы достичь власти, ну, полезны любые средства, главное, да, чтобы достичь власти, удержать ее и все остальное. И он написал даже книгу, как это сделать. И вот макеавелизм, это жесткая политика, это то, что происходит по всему миру сейчас. То есть, когда, да, вот политики не считаются с людьми, когда у них есть свои цели, людям неизвестные, хотя людям кажется, что если они прочитали в Фейсбуке и ВКонтакте какие-то фейковые новости, то они уже все знают, о чем договариваются главы мировых государств между собой. Это, конечно, далеко не так. Но, тем не менее, такое было. Сейчас, конечно, идеалистической политики больше нет. Идеалистическая политика не рыцарственная политика. Это не то, что было в Средневековье, когда, да, допустим, да, мог король снять осаду с какого-то города и уйти, потому что, да, он, допустим, считал не рыцарственным поединок какой-то там против уменьшей силы или что-то еще. Такие случаи бывали. Но здесь было благородство. А тут, понимаете, но благородство Средневековья целиком зиждилось на христианстве. Благородство, которое выражает лорд Дарлинах, зиждется только на, так сказать, сытости и внешнем благополучии. То есть, они аристократия, которая немецкая, английская, которая считает себя, ну, в праве ощущать других людей ничтожествами, ощущать всех, кто не аристократ, просто какими-то недочеловеками и распоряжаться жизнями, потому что те все равно ничего не понимают, ни в искусстве, ни в политике и так далее. То есть, это было время вырождения, вырождения. Это было время, о котором очень печально, очень с большой болью писал Александр Блок в поэме «Поэма возмездия». Блоком было, вы помните, недописано. 19 век это век, ну, скажем так, вот это одновременно, да, и вот такой вот экспансии викторианской и одновременно это век вот такого вот упадка, усталости, век, когда люди, скажем так, присытились спокойным христианством, когда они утратили вот этот вот накал христианства и спокойное, знаете, стабильное христианство, оно привело ко всем революциям и войнам 20 века, о чем, кстати, предсказывал еще в эпоху Андерсона никто иной, как Серинг, яркий гор. И вот смотрите, как Блок описывает состояние того общества и того века. Век 19, железный, воистину жестокий век, тобою в мрак ночной, беззвездный, беспечный, брошен человек, в ночь умозрительных понятий, материалистских малых дел, бессильных жалоб и проклятий, бескровных душ и слабых тел. С тобой пришли чуме на смену неврастения, скука сплин, век расшибания лбово стену, экономических доктрин, конгрессов, банков, федераций, застольных спичей, красных слов, век акций, рент и облигаций и молодейственных умов. Слышите, молодейственных умов. То есть они собираются на эти политические конференции, которые ничего не дают, потому что они без Бога собираются. Был такой случай у Николая Сербского как раз на одной из таких конференций, они по всей Европе проходили, Николай Сербский сидит на такой конференции и вот эти политики рассказывают идеалистичное, что-то высокое, а скоро Вторая мировая война начнется, понимаете, а они рассказывают про мир во всем мире. И вот слушают, слушают их и Николай Сербский поворачивается к какому-то шейху арабскому и говорит, а вы что скажете на это, вы даже не христианин, что вы скажете? Арабский шейх так посмотрел на святого Николая Сербского и говорит, а что я скажу? Будет война. Как? Почему? Почему вы взяли? Так вы же сами посмотрите. Они говорят здесь уже три часа о мире и ни разу не сказали о боях. И дарований половинных так справедливей пополам что делал, что делал, насылая гуманистический туман. Там в сером и гнилом тумане увяла плоть и дух погас, и ангел сам священной брани казалось отлетел от нас. Там расприкровные решают дипломатическим умом, там пушки новые мешают сойтись лицом к лицу с врагом. Там вместо храбрости нахальство, а вместо подвигов психоз и вечно ссорится начальство и длинный громоздкой обоз волочит за собой команда штаб интендантов грязь кляня рожком гарниста рог роланда и шлем фуражкой за меня. Тот век немало проклинали и не устанут проклинать, как нам избыть его печали он мягко слал да жестко спать. В чем была главная проблема девятнадцатого века, этого вы не прочитаете уже нигде. Главная проблема его была в том, что он сделав христианство игрушкой в своих руках сам вырыл себе чудовищную яму, потому что когда христианство стало игрушечным, мир рухнул и он рухнул так, как это произошло в двадцатом веке, когда пришли чудовищные тоталитарные режимы, когда пришли концлагеря, когда пришли воины неслыханные и вот смотрите, что Блок пишет о веке двадцатом, а все эти люди, они как будто бы живут, все эти лорды, они как будто бы живут в фильме в веке девятнадцатом, а вот двадцатый век, двадцатый век, еще бездомней, еще страшнее жизни мгла, еще чернее и огромней тень люциферова крыла, пожары дымные, заката, пророчества, о нашем дне коветы грозной и хвостатой, ужасный призрак в вышине, безжалостный конец мессины, стихийных сил не превозмочь, и неустанный рев машины, кующая гибель день и ночь, сознание страшное обмана, всех прежних малых дум и вер, и первый взлет аэроплана в пустыню неизвестных сфер, и отвращение от жизни, и к ней безумная любовь, и страсть, и ненависть к отчизне, и черная земная кровь, сулит нам, раздувая вены, все разрушая рубежи, неслыханные перемены, невиданные мятежи. Лорды, собирающиеся в замке, отказываются это замечать. Отказываются след за ними это замечать и дворецкий. Он не позволяет себе иметь мысли, которые отличаются от мыслей его господина. Он не позволяет себе замечать, что путь господина ложен. Приведу по этому поводу такой интересный диалог дворецкого Стивенса с девушкой Сарой, экономкой, которая в него влюблена. Итак, Стивенс, он никогда не выказывает своих чувств. Он всегда скрывает свое состояние, даже когда у него умирает отец, и Дарлинг Лорд спрашивает, что с вами, вам плохо, а Стивенс говорит, нет, все хорошо, просто, возможно, слегка устал. Он не позволяет себе никакого совершенно неудовольствия, чтобы только Лорду не помешать. И вот, значит, он сидит после рабочего дня и читает книгу. Заходит экономка. Ну, а замок огромный, то есть, огромный замок, там живут десятки слух, у них под управлением Лорд этот живет. И вот она заходит к нему, он читает книгу. Что вы читаете? Книгу. Ну, понятно. Ну, какую? Покажите. Он прячет книгу за кресло. Она говорит, вам стыдно? Вы что, читаете расистскую книгу? Она зазнает, что Лорд Дарлинг увлечен идеями фашизма. Лорд Дарлинг даже выгнал двух евреек только потому, что они еврейки и потому, что Лорд Дарлинг читает Майнкану Гитлера. Смотрите, что отвечает Стивенс. Он говорит, разве может быть расистская книга на полках Милорда? То есть, он вообще не допускает никакой мысли, что его Милорд, его кумир, его ложное направление усилий может ошибаться. Но Сара требует. Ну, что же вы читаете? Хватает книгу, смотрит. Боже, книга не скандальная, просто сентиментальный любовный роман. Да. Я их читаю, вообще читаю, чтобы совершенствовать знания родного языка. И в этот момент экономка Сара оказывается рядом. И вот дальше, естественно, чтобы они поцеловали друг друга, но это сделать должен мужчина. И он не решается ее поцеловать. И вот он так и остается с книгой. И она отступает и начинает плакать. Потому что он не решается не просто быть собой, он не решается на свое счастье, он не решается на свою жизнь, он ни на что не решается, кроме того, чтобы вот так вот постоянно, бесконечно служить своему кумиру. Таким кумиром может быть, мои дорогие, все что угодно. Далеко не только лорд Дарлин, которому служит дворецкий стильм. Таким кумиром для молодежи может быть планшет. Так и часто бывает. Таким кумиром может быть футбол. Таким кумиром может быть пиво. Да что угодно. Компьютерная игра. Боже мой, ложная какая-то влюбленность в человека. Ощущение того, что я должен стать self-made man. Да все что угодно. Может быть этим кумиром это будет совершенно ужасная вещь. Но фильм сотворен режиссерами и сыгран Хопкинсом так велико, что мы смотрим через камеры оператора как глазами Бога. И мы плачем о этих людях. У нас и мысли нет их осудить. Вот это вот та нежность Бога, которая так же потрясает, как потрясает его да вот сила там, где он ее проявляет. Это невероятная нежность. Он не осуждает его больно. Вот ты мой сын, ну пожалуйста, ну вот тебе все обстоятельства, вот уже девушка стала рядом от расстояния пять сантиметров. Тебе остается только сделать жест. И она будет твоей женой. Ты будешь счастлив. Она самая живая во всем фильме. Самая светлая. Один жест, одно движение. Она будет твоей женой. Ты не сделаешь плохого. Она любит тебя. Ты можешь ей открыться. Ты можешь стать тем, кем должен стать. Вот обстоятельства. Бог расположил. Нет, не могу. И вот это не могу в фильме повторяется не один раз, не два, а всю жизнь Стивенса, которая показывается нам лет, может быть, тридцати до глубокой старости. Приведу к этому воду интересную цитату из сказки Люиса расторжения брака. Сынок, тебе сейчас не понять вечности. Давай сравним это с земной жизнью. Там ведь то же самое. Когда добро и зло созреют, они обретают обратную силу. Не только эта долина. Вся прошлая жизнь окажется раем для спасенных. Не только тот адский город, но и вся жизнь окажется адом для погибших. Люди на земле этого не понимают. Они говорят о временном страдании, что ничто его не изгладят и не знают, что блаженство окрасит и преобразит все их прошлое. Они говорят о греховной усладе, согласен на любую цену и не ведают, что погибель обращает в боль усладу греха. И то и это начинается в земной жизни. Прошлое святого преображается, раскаянный грех и ушедшая скорбь окрасятся красками рая. Прошлое нечестивца уходит во мрак. Вот почему, когда в раю взойдет солнце Господне, а в аду настанет ночь, блаженные спасенные скажут, мы всегда были в раю, имея в виду и землю, а погибшие скажут и о своей земной жизни, мы всегда были в аду, и никто из них не солжет. Разве это не жестоко удивляется персонаж? Погибшие скажут не точно так, ответил ему сказочник. Слова и будут иные. Одни из них скажут, что служили своей стране, права была страна или нет, другие ответят, что все отдали искусству, третий, прости Господи, что слушались начальства, и все они скажут, что были верны себе. Вот это и проблема, да, что дворецкий считает, что он верен себе, и все эти люди, они верны себе, но они верны себе не преображенным, не тем, кем они должны быть, не тем, ради чего они на эту землю вообще пришли. Вы знаете, мои дорогие, фильм это редкий вид коллективного искусства, его снимает не один человек, даже когда снимают такие гении, как Ингмар Берман, даже когда снимают такие абсолютно харизматичные люди, как Рената Литвинова, все равно фильм это искусство коллективное, и он связан со множеством людей, в том числе он связан с деятельностью человека, который пишет музыку для фильма. Композитор этого фильма здесь поработал гениально, композитор Ричард Робинс, и он наполняет картину буквально музыкальным чудом. В начале мелодия звучит как интрига, ничего будто бы не происходит, дворецкий, да, вот слуги, размеренная жизнь английского замка, но ты весь вот так вот напряжен, понимаете, ты смотришь действительно как ангелы с неба с Богом, смотрят и ждут, когда же человек станет сыном Божьим. Такое напряжение в музыке, оно непередаваемо. Потом приезжают на эти конференции политические, все эти бесполезные лорды-гости, идут бесполезные конференции, тональность музыки становится обреченной, но этой обреченности все равно присутствует многое Господне, что я вижу, я здесь, один шаг, одно движение, ты будешь настоящим где угодно, а движения этого нет. Музыка ждет действия, гениально совершенно сыграно, гениально подобрана эта музыка, ну то есть композитор, я не слушал других работ, но здесь он гений. И, кроме того, музыка с невероятной тонкостью раскрывает переживания всех персонажей и всех ситуаций в фильме. Допустим, когда экономка Сара устала от того, что Стивенс все время не позволяет себе обратить на нее внимание, она начинает намеренно встречаться с одним таким дебилом, неприятным орком и выходит за него замуж. Вот когда она едет на свидание к этому человеку, и вот дворец Стивенс смотрит на нее из окна, она сделала все, чтобы он ее остановил, чтобы он сказал нет, не едь, будь моей женой. А он этого не делает, он смотрит из окна и понимаете, вот у него такое трагичное лицо, тоже обреченное, и вот еще немного, и он сделает этот жест и будет сыном Божьим, и сделать ей предложение. И он этого не делает. Боже, там такая музыка, там, ну действительно, ты понимаешь, как это все звучит в раю, когда в раю постоянно смотрят на то, как это происходит на земле. Удивительно, что когда гости, вот эти вот лорды бесполезные приезжают в замок на конференции, они приезжают постоянно, там трудятся в замке наверное 30 или 40 слух. Очень, мелодия тогда становится музыкой действия, а на конференции музыка как будто мертва. Это подчеркивает, что конференция мертвая, что слова этих людей без Бога мертвые. Да, как этот шейх сказал арабский святому Николаю сербскому, что они говорили три часа и не сказали слово о Боге. Поэтому американец, который приезжает на конференцию, богач, который в итоге после смерти лорда Дарвина и купит этот замок и будет его новым хозяином, уже после Второй мировой, он говорит этим людям, что вы все дилетанты, вы не понимаете, что говорите, вы говорите бесполезные вещи. Стивенс не позволяет себе об этом задуматься, он не позволяет себе не влюбиться, не обидеться, если его обижают. Такой диалог, когда племянник лорда приезжает на одну из этих конференций, его лорд не пускает, говорит, тебе это не нужно, вот, а племянник немного выпил и начинает вот пытаться поговорить со Стивенсом просто вот откровенно. В моем положении любопытство не пристало. В вашем положении. А если я вам скажу, что милорд пытается убедить премьера заключить союз с преступниками из Берлина? Я уверен, у милорда высокие и благородные мотивы. И племянник просто уже кричит, что лорд губит себя из высоких и благородных мотивов. Вам не обидно видеть, как он ошибается? Стивенс это все равно не задевает, Стивенс не позволяет себе думать, что лорд может ошибиться. Я ничего к сердцу не принимаю. Я вообще не помню, что вы сказали. Это действительно так. Стивенс все отгоняет от своего сердца, чтобы ничего вообще его сердце не коснулось, чтобы он только идеально служил своему кумиру. и это нельзя осудить именно потому, что ты смотришь на него как на ребенка Господня, который не может быть этим ребенком, но не потому, что он не может, а по своему собственному желанию. Весь фильм это постоянные сцены, где Бог делает все, располагая людей, обстоятельства, жизнь, историю, так, чтобы этот конкретный человек был его ребенком. И, понимаете, постоянный этот отказ. Это такая боль, это такая боль Христова, что ты помыслить не можешь его осудить. В отличие, кстати, от романа, где в романе он действительно эгоист, но роман писал просто автор, а в фильме играл Энтони Хопкинс. И это, как говорил, говорил, да, Хоббит Мэри это чего-то знать. Есть еще такой момент интересный в фильме, когда Сара замечает, что Стивенс неохотно общается с красивыми служанками и говорит ему, я заметила, что вам не нравятся красивые девушки-служанки, а может это потому, что вы из плоти и крови, может потому, что мистер Стивенс боится отвлечься. И Стивенс вообще не отвечает, игнорирует это, и она ему говорит, откуда у вас эта виноватая улыбка? И говорит, почему же вы мне никогда ничего не говорите? Я бы вас поняла, почему вы все время прячете свои чувства? Проходят десятилетия. Закончилась Вторая мировая война, давно закончилась. Лорд Дарлинг обвинен в сделке с фашистами, но естественно, поскольку это благородная Англия, никаких административных мер к нему не предприняли, он так и живет в своей замке, но только он живет уже один, никто к нему больше не приезжает. И вот смотрите, как Стивенс говорит о его последних годах. Он сидел в библиотеке и не замечал меня, часто говоря с кем-то, но никого не было, как будто он с кем-то спорил. Никто больше не навещал его. То есть да, его кумир увидел, что сам был неправ, но тоже не знал, как изменить и исцелить это положение. И эта девушка выходит замуж. Она все сделала для того, чтобы ее полюбил Стивенс, чтобы он смог открыть. Не она даже, Бог все сделал, расположив обстоятельства, располагая их каждый день, чтобы человек решился на поступок. Человек не решился на поступок. И когда вы будете видеть этот фильм, в отличие от книги, вы и секунды не подумаете осуждать его, вы будете рыдать. Это один из фильмов, после которых я рыдал, наверное, минут 40. И даже некоторые люди, которые были в доме, ну, естественно, говорили, что такое, ну, это не, а супруга Мэя сказала, не трогайте его, это особые слезы, потому что это, ну, действительно, это вот божья боль, и это нельзя никуда деть, не убрать. И вот смотрите, приходит новый владелец замка, это уже, какие-то 60-е годы, наверное. Стивенс очень старый, ему 75 лет. Эта девушка уже тоже давно вышла замуж, у нее уже родилась, родилась дочь, дочери уже, по-моему, 16 лет, или 18, и она пишет снова Стивенсу такое письмо, с него, кстати, и начинается фильм, вот очень интересное письмо. 7 лет прошло с моего прошлого письма, за эти 7 лет я опять ушла от мужа, и похоже, что уже окончательно. С тех пор, как моя дочь Кэтлин решила выйти замуж, я осиротела, лет впереди у меня все меньше, и я не знаю, чем их заполнить. И Стивенс вдруг понимает, что он всю жизнь, 75 лет, был не собой, что осталось, ну сколько, да, живет 75-летний человек? Ну, мы не знаем, сколько, но мы знаем, что не так много, да, как, допустим, 20-летний в целом. И Стивенс это тоже понимает. И он идет к новому господину, а новый господин это тот уже пожилой, тоже американец, который когда-то сказал этим лордам, что они дилетанты, он купил замок, ждет, когда к нему семья переедет, говорит, что я хочу посмотреть мир, я хочу, почему? Я хочу поехать к этой девушке, к Саре, и попросить ее снова быть экономкой, потому что не было экономок равных ей, она бы смогла здесь вести хозяйство. И он пишет Саре, что хочет ее увидеть, для того, чтобы она стала экономкой в замке. Саре, естественно, соглашается на встречу, потому что для нее это надежда, и прежде всего это надежда для Бога. Ему 75 лет, ей уже лет 50, но возможности есть. Вот еще шанс, осталось немного, на закате дня, поэтому так и называется, и фильм, и книга, да, или конец дня, другой вариант перевода, то есть конец дня, конец жизни, но человек может еще стать сыном Господнем, он едет к этой девушке через полстраны на автомобиле нового лорда, он никогда не выезжал из замка, в последние 50 лет он был дворецким здесь, никуда не уезжая, ничего не видя, он останавливается в разных гостиницах, он видит, что фашистов не любят, что его лорда вспоминают только плохими словами, и он всем говорит, что я не знал прежнего хозяина замка, имение лорда Дарлингтона, чья политика втянула нас в войну? Простите, я не знал лорда Дарлингтона, мой хозяин, американский джентльмен, мистер Льюис. То есть ему уже стыдно, и он видит, что он с собой никогда не был, но он же хочет быть собой, человек должен быть кем-то, и смотрите, что он делает. В гостиницах, когда его спрашивают, кем он был, он говорит, что я был человеком, который был лично знаком с Черчиллем, лично знаком с Иданом, лично знаком, допустим, с министрами английскими, которые тоже приезжали иногда в этот замок, и называет известных людей. Почему? Потому что он хочет хотя бы через известных людей быть кем-то. Такое бывает, знаете, и в православной среде очень часто, когда люди, вместо того, чтобы быть собой, они просто называют известные имена. Даже часто, так знаете, на аватарках у людей вот стоит какой-нибудь священник, а он рядом там сфотографирован с патриархом Кириллом или там с митрополитом Владимиром, да, или с кем-то, ну, реже, с кем-то из подвижника, а обычно с кем-то из епископа или с митрополита, с патриархом. Почему? Человек не решается быть собой. Та же причина. И он выставляет как бы патриарха или митрополита, что вот, он, да, это гарантия того, что я кто-то. И вот здесь тоже самое. Человек называет громкие имена, он, правда, их видел. Да, Черчилль приезжал в этот замок. Вот. И Гэббельс приезжал, да, по-моему, в этот замок. То есть, известно, люди приезжали, вот, и он хочет хотя бы через знаменитости, ну, правда, в кавычках, быть кем-то. Бог не хочет, чтобы он был кем-то через знаменитости. Знаете, был такой случай, он описан и в Патриках, и, кстати, описан он и в еврейской литературе, когда один верующий человек обратился к Богу с такой молитвой, Господи, помоги мне быть, как Авраам. И он услышал в сердце свои слова, у меня уже есть Авраам, мне нужен ты. Понимаете? И вот он такой же, он хочет быть собой, но он не знает еще, как это сделать. Он едет к этой девушке, он едет к этой девушке, они встречаются, она живет в пансионе, потому что она тоже уже никому не нужна, а муж с самого начала оказался скотиной, несколько раз они сходились и расходились, вот, ее дочь уже давно ждет ребенка, и вот смотрите, что она ему говорит о своих 20 годах замуж. Уезжая из Дарлингтон-Холла много лет назад, я не понимала, что действительно уезжаю. Мне казалось, что это новая хитрость, чтобы досадить вам. Я испытала шок, когда поняла, что я и правда замужем. Долгое время я была очень несчастна. Но потом родилась Кэтрин, шли годы, и однажды я поняла, что люблю мужа. Знаете, никому, никому на свете я не нужна так, как ему. Но все же иногда я думаю, что совершила в жизни страшную ошибку. Да. У всех нас бывают такие мысли время от времени. Понимаете, мои дорогие, страшную ошибку, которую, ну, нельзя исправить, но эта ошибка, она типична для девушек, да, выйти за идиота. И только современные девушки решаются ее исправить, к счастью. А еще в середине 20 века, в 60-е, 70-е, 80-е годы никто не решался ее исправить. И вот она одна, а она его ждет, и Бог ждет, ждет своего сына. А сын опять, ну, чем все закончится, посмотрите. Это безмерно, безмерно, конечно, высоко, и очень важно это нужно посмотреть, неслыханное вот в плане божественном, в плане небесном. Знаете, есть у Киплинга такой стих «Небокоптитель», о человеке, который знает, как нужно, и он не решается быть собой. Я прочитаю вам этот стих. С первых дней, как ступил он на школьный двор, новичку броня и грозя, велят поскорей заучить, как урок, то, чего делать нельзя. Год за годом, с шести до двадцати, назирая любой его шаг, педагоги твердят, чтоб он выучил ряд вещей, невозможных, никак. Для того-то, отнюдь, не для пользы своей, и не для пользы чужой, томится он от невыразимых вещей телом, умом и душой. Хоть бы пикнул, так нет же, да учившись в колледже, он пускается в свет, унося высшее образование, доскональное знание того, чего делать нельзя. По натуре лентяй, по привычкам старик, лишь к брюзжанию всегда готов человека расценивать. Он привык по расцветке его носков, что же странного в том, что он мыслит с трудом и всему непривычному. Враг, если он абсолютно осведомлен о вещах, невозможных, никак. Улетай. Хорошо. Вот так. Повторюсь, когда вы досмотрите этот фильм, увидите, чем же все закончится, какой выбор делает герой Хопкинса и герой романа, я не буду сейчас предварять это, посмотрите сами и увидите. Вы будете рыдать, будете рыдать, как я, метод 40, но в этих слезах не будет осуждения, это будет Божья боль. Те, кто такого не испытывал, впервые испытают Божью боль. Одна моя студентка из великих людей, живущая сейчас в Киеве, говорит о том, что, когда она рассказывает о таких фильмах людям, о таких фильмах, как вот «На закате дня» и тому подобное, «Непокоренный», никто не понимает, зачем это вообще нужно смотреть. Но если мы хотим все-таки стать похожими на Него, это нужно смотреть, потому что тогда мы поймем, что чувствует Бог, когда смотрит на людей, на нас, когда мы не решаемся быть собой, а вот, а он располагает все обстоятельства, как вот для этого дворецкого, вот уже девушка в 5 сантиметрах от тебя, вот, она уже тянется к тебе, не только она, ее поцелуем, он к тебе тянется, сделай один жест, одно движение, ты станешь собой, ты исцелишься, но должна быть решимость хотя бы на один жест, хотя бы на одно движение, это большая проблема, допустим, для священников, священникам очень трудно решаться на действия, к сожалению, в РПЦ, допустим, это большая проблема, за них очень больно. Когда ты все досмотришь, ты рыдаешь и думаешь, и видишь, не просто, да, вот, фильм, что мир повсюду, весь, вот, рядом с тобой, в этом фильме, на съемочной площадке, на территории Голливуда, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Токио, взрывается Христом, а люди держатся от этого в стороне, хотя все, букашки, галактики, звезды, даже коты, они знают того, кто нас ждет. галактики, Субтитры создавал DimaTorzok